всем привет сегодня мы поговорим о том что бога нет бога нет да однажды один парень пришел к раввину и сказал я не верю в бога и раввин ему сказал в такого бога какого ты не веришь в такого бога и я не верю наш вот эта тема на самом деле очень-очень-очень боялась начинать и не говорить о боге потому что это такая какая-то личная тема для каждого да и многие боятся разговаривать на это да многие когда слышат бог сразу такое или многие когда слышат бог до их это или отпугивает но это что-то такое непонятное дай и но сто процентов эта тема вечная всегда все люди хотели постичь всевышнего хотели объяснить его своими словами всегда это было всегда и так всем всем привет добрый вечер я вижу уже очень многие подключились мы сегодня с вами поговорю о том что бога нет и действительно такого бога которого нам с детства до навязывать навязывалась вот это наше восприятие до в садике сказали но это там вот это наше представление да что дедушка седоволосый на облачке сидит значит судит землю понятное дело что такого бога не понятное дело что бога в которого мы пытаемся впихнуть в рамки своего восприятия до в рамки своей логики в рамки своего понимания до в рамки своего разума такого бога нет потому что его нереально впихнуть да нереально объяснить теперь мы знаем историю что всевышний он себя сокрыл до сокрыл и дал нам определенное задание в этом мире теперь глядя например давайте так мы с вами инженеры нет давайте так мы с вами построили я построила самолет да вы когда будете смотреть на этот самолет вы же не можете сказать кто его построил как он это сделал наверное этот самолет построил точно такой же самолет да поэтому когда мы говорим что всевышний он там в таком же теле да он у нас там он не знаю у него такие же глаза такие же руки то это мы его впихиваем свои рамки восприятия и это это нереально теперь у нас есть проблема почему потому что с детства мы растем до в садике в школе в университете мы потихоньку потихоньку берем мнение отсюда мы слышим здесь точку зрения здесь 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 и какая нам ближе всего мы до пытаемся с ней жить и идти дальше многие может быть многие может быть до приняли на себя нету точку зрения или ну они не могут себе объяснить и поэтому они отказываются в это верить да очень очень многие теперь теперь мы пытаемся использовать наш разум который он на границах да то есть если что-то происходит вне логики для нас это все это для нас чудо для нас это это что-то нереальное нет этого не может быть что он сделал человек полетел например этого не может быть такого не может быть потому что у нас логика она ограничена да мы знаем наш разум ограничен мы знаем люди не умеют летать у них нет крыльев да и если они спрыгнут то они умрут да например они не могут полететь если нам кто-то скажет что да этот человек полетел мы что скажем такого не может быть до этого не может быть мы в это не верим потому что в рамки в нашего понимания да от это не входит теперь так как же мы можем в пих можем до понять всевышнего как мы можем представить его давить эта тема она очень очень многим интересно теперь если всевышний он себя сокрыл до сделал так чтоб мы не могли его видеть то мы не сможем это сделать как бы мы этого не захотели как бы мы не старались и сколько бы торы мы не учили мы все равно не сможем увидеть всевышнего да теперь но как же мы как же мы можем с вами увидеть и понять всевышнего никак но что мы да можем сделать не впускать и не перепускать его через призму нашего понимания а мы да можем сделать впустить его в нашу жизнь до чтобы он заметил нас до всевышний смотри ты мне сказал выберите там жизнь я дам тебе благословения вот я выбираю да иудаизм это религия действия это когда мы действием показываем всевышнему что мы с ним до теперь но это действие да нужно сделать да нужно впустить всевышнего в этот мир да когда мы кушаем яблоко нужно сказать благословение на это яблоко и тогда мы пускаем всевышний в этот мир мы поднимаем искусство святости из этого яблока да теперь мы не можем найти всевышнего да мы не можем его понять постичь но мы да можем с ним соединиться мы да можем мы можем сделать так, чтобы его шхина обитала в нашем доме. Как это сделать? Чтобы это был мирный дом, чтобы Всевышнему было приятно находиться в этом доме, чтобы в этом доме была кошерная еда, чтобы в этом доме были святые книги еврейские, чтобы в этом доме была любовь, в гармонии, тогда Всевышний захочет обидать в этом доме. И да, мы все, мы все, мы все привыкли, просто привыкли к тому, что Бог — это, мы пытаемся его объяснить, и это нормально, потому что мы люди, мы пытаемся объяснить того, чего мы никогда не видели, то есть это сделать нереально, да? Теперь, да, в такого Бога, в который мы привыкли впускать в наш разум, его не существует, но есть Всевышний, который не сравним ни с нашими словами, ни с нашими объяснениями, это Всевышний, он бесконечен, да? Он везде, где находится Всевышний? Он везде, да? Да? Все-все-все, он все постигает в этом мире, он везде, и это это то, что нас всех пугает, даже я, когда об этом задумывалась, насколько я ничтожная, насколько я маленькая, да? Вот вы видели вот это видео, когда вы видели вот это видео, когда показывают там дом, потом отлетает дальше эта камера, показывают нашу Землю, планету, потом дальше Солнце, дальше-дальше, и все и все эти бесконечные планеты, и все туда, и вот это видео, Когда я посмотрела, я думаю, боже, мы же такие маленькие, мы же такие ничтожные, да? Как мы можем создателя, который создал это всё, он создал логику, он создал законы природы, море, горы, он всё это создал, как мы можем его объяснить? Как мы можем вообще подумать, что он, что у него такое же тело, как у нас? Как мы вообще можем такое допустить, да? Да, и теперь, да, мы можем, 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 да, мы разные, и да, уча Тору и постигая законы и выполняя волю Всевышнего, мы да, начинаем потихоньку, хоть хотя бы немножко вникать о том, что его объяснить нереально, и Бог, он да, есть, и Бог наполняет всю-всю-всю нашу землю, И мы здесь существуем только потому, что Всевышний, и только, мы здесь существуем только потому, что Всевышний так захотел, он захотел, чтобы мы в этом мире построили ему жилище, и он себя сокрыл, да, ведь, смотрите, воду из крана, мы когда открываем воду, да? Если бы мы получили весь этот напор из башни, нас бы просто снесло, мы бы не выдержали, мы бы умерли, да? Но для того, чтобы человеку было комфортно и нормально, была построена вся водонапорная система, да, идет труба большая, потом меньше, и меньше, и меньше, и так мы когда открываем воду с крана, мы получаем маленькую струю. Так и Всевышний, он себя скрыл, да, но он бесконечный, он есть, он великий Всевышний, да, с которым мы, да, должны соединиться, соединить свою жизнь, украшать ее. Вот, эта тема, наверное, ну, очень-очень сложная, мне тяжело о ней говорить, потому что я сама пытаюсь, пытаюсь пихнуть Бога, да, в законы логики, но он выше этого, он выше этого всего. И спасибо, спасибо большое Всевышнему, что он дал возможность поговорить на эту тему, что я не побоялась взять эту тему, хотя она безумно сложная, и вот такая вот эта тема. Вот, я надеюсь, название не сильно всех заинтриговало, вот, но в конце я хочу сказать, что да, Всевышний есть, он великий, но тот Всевышний, которого мы привыкли представлять, его нет. Это Всевышний, который владыка всего мира, это что-то нереальное и даже нереально представить, да, он создал и моря, и горы, и все эти заповеди, и законы логики, и он создал, да, как ребенок растет и развивается, как человек, да, это все нереально. Спасибо Всевышнему, что у нас, что мы удостоились жить в этом мире и просвещать его имя и постигать его, но надо не бояться, да, учить про это, учить, читать про Бога, пытаться понять его. Эта тема, она, да, пугающая, да, но она наша, эта тема, надо учиться, чтобы его понять, потому что мы не учим ничего, да, не читая, надо, надо больше читать, больше учиться, и тогда мы будем хоть немножечко, немножечко его понимать. Вот, всем спасибо большое за наш сегодняшний урок, хорошего-хорошего вечера.